и всем привет с вами саня и с 30 сегодня мы начинаем проходить игру под названием 60 секунд давайте так играем но игра классика апокалипсис не знаете давайте на легком что ли поиграем это все погнали так что ай блин а че так лагает тимми тебя первым берем смотрим смотрим так здесь у нас ничего такого по кроме замка тут у нас залежи на кухне залежи так дало раз тебя первой ты ближе 2 тет беги а это толстая петля да давай сюдаin тет мы уже потратили Культа деревни, а я не знаю, что они всё-таки взяли Отсюда! Что она всё-таки отсюда? Воду, воду, бери, Тед! Беги, беги, беги! Складывай Тед, беги, забирай их, забирай Тимми, Тимми, бери! Вот это? Так, так, так Быстренько! Что это? Вот это берём? Гармошка, да? Нам нужна гармошка, быстрей! Складывай! Всё, окей Длиннее, мы можем ехать Еееей! Боже, сколько адреналина! Пипец! Я не хочу в космос, я хочу здесь, а! Ура! Загрузка прошла День один! Ооо, как я всё собрал! Сколько воды! Пипец! Я противогаз даже взял Иди! У нас всё почти есть! Да? И игры Чтоб не сойти Все добрались Все добрались до убежища За секунду до взрыва Мы еле успели Главное, что мы Все вместе и живы Не забывайте Консервированный суп Очень полезен для здоровья Когда мы открыли дверь Убежища Оооо, с консервами Некоторые из нас уже начали этим заниматься У нас много воды Это значит, что нам не нужно беспокоиться о ней в ближайшее время Хорошо Вам есть Значит, вам нельзя Не надо Пока Продолжаем День 2 Порш Тимми Никто жрать не хочет У Тимми эпилепсия случится скоро Мы надеялись поиграть в игру под названием Тишина Но тишина слишком сильно нас раздражает И мы отказались от этой глупости Мы с Дженни чувствуем себя в безопасности а кто бы не чувствовал в этой комарке размером игрок как настоящий бойскаут тимми видит во всем позитив похоже у него замечательное настроение у нас выглядит довольно таки неплохо это похоже в порядке несмотря на то что мир друг никто есть не хочет все еще превышает норму мы будем ходить когда радиация уже не будет превышать норму хотя противогаз у нас есть или ребят можно рискнуть я точно не знаю у нас есть противогаз у нас есть противогаз у нас все здоровы я выбрал легкую слой мы не смогли держать смеха и наши гости обиделись они убежали крича что наши предки были грызунами и воняли плодами леса как некрасиво умирает от жажды тимми был счастлив получать немного воды ему нужно попить долгос просто хочет немного воды это долго не протянет без воды жажда жажда не обезвоживание как говорится голод не голодание не знаете кого отправить давайте отправим туда и мэри джей пойдет на теплым даю так давайте условиях каждый спокойный день на вес золота сегодня смотри джей не произошло ничего нового теме ужасном состоянии нужно попить сейчас же дало раз дальше не протянет без воды посмотрим обезвожен обезвожен мэри джей обезвоживаю короче всем даем попить да всем же тебе это так что пойдет наружу мэри джей пойдет наружу и она с собой возьмет противогаз ладно мэри джейн давай противогаз угробишь я тебе потом моргал и выкарю день 5 мэри джейн вышла наружу давайте губиться что она скоро вернется снаряжение ничего нового типа расчувствовать я нормально может сегодня это похоже в порядке несмотря на то что значит черного здоровья странные грибы мы не будем жкать грибы у нас вот сколько еды жиротвой так и пахнет еще есть даже но остальные так все нормально голод не голодай День седьмой Жажда, жажда, голод Жажда, голод Что жажда, голод? Учоси Кэт очень хочет пить Жажда и голод Когда у них будет уже обезвоживание И голодание, то это да Это им можно А сейчас нет, сейчас давайте О Мэри Джейн, жизнь тебя потрепала В голод и усталость Что ты принесла? Оооо Офигеть Мы находимся в необычной ситуации Возможно никогда не удастся Прикнули к жизни в убежище Надеемся, что помощь уже в пути Ничто не могу сделать нас счастливой Чем возвращение Мэри Джейн Во время экспедиции мы наткнулись На руины знакомого здания Местного отделения банка Это самое дельное место Для поисков нужных запасов Мы решили его осмотреть Никогда не знаешь, что должно найти Что можно найти, кроме Мешков с деньгами Понятное дело Похоже, перед самым взрывом банк ограбили Банковское хранилище было взломано пилой Спрятанной в ключевом мешке Кто до такого додумался? Как бы там ни было Теперь мы понимаем, почему банк Хотели ограбить В хранилище было, видимо, невидимо Томатного супа Как же он здесь оказался? Почта по ошибке прислала его в обычный банк Вместо банка пищи Возле одного окошка Лежал пакет с покупками Внутри мы нашли гнилые бананы Крем для рук Пару домашних тапочек с кроликами И воду в бутылках Все эти сокровища были большим искушением Но мы решили Мы взяли 4 супа Ограничиться водой Мы взяли одну воду И 4 супа Мэри Джейн молодец О, диета Мэри Джейн позволяет немного поесть Мэри Джейн сильно устала Тимми должен что-нибудь съесть Тимми в ужасном состоянии Нужно дать ему попить сейчас же Долорес должна что-нибудь съесть Долорес, это очень понятно Тет голоден, не вор через живот Долорес Долорес Обезвоживание и голод Обезвоживание и голод Так, обезвоживание Обезвоживание Мы даем попить Долорес Теду Тимми Долорес, это тимми Я не знаю, может поесть дать А, дадим поесть На вылазку Нет, давайте потерпим Чуть-чуть в принципе Мы услышали какие-то подозрительные звуки на улице Когда утром мы взглянули из-за двери То видели кожаный чемодан На нем не было ни адреса, ни имени Но мы абсолютно уверены, что это нам Откроем? Я не знаю, ну давайте рискнем Боже мой Че нам еще делать Так, это мое первое выживание Ох, хотя бы же День 9 И че там в чемодане? Черт, подарок, развался ловушка А внутри не было ничего Кроме какого-то хлама И чемодан сразу Сразу же взорвался Все цело Мы и Джанин очень голодна Тимми? Так, понятно Че это аптечка? Откуда у нас аптечка? Откуда у нас аптечка? Че подержи? Тимми ранен У него нога вывихнута Голод Голод Ты один такой счастливый, тут сидит Голод Да голод, голод и голод Я аж вас скормила, ребята Вы че? Я вот только недавно кормил Всем у меня кормил На вылазку идите Когда мы перепели Перепели все песни Пересказали все лучшие в школе стишки И все смешные цитаты из фильмов Мы поняли, что вот вот сойдем с ума Нужно чем-то себя занять А то так А то так можно начать раздумывать О прелести государства всеобщего Так Благословей Благостояй Только представьте, что же нам делать В шахтаты Есть Они играют Хорошо Ой, воды у нас мало а не вода воду мою вода бутылки 6 бутылок тут вот 6 бутылок вот это вот мы уже никогда не любила настольные что от шашек не поехала крыша вот что делать все голодные голод жажда голод устал да в принципе нормально раны тимми сами не затянутся очень голодная все должны пить в мэри джейн не исключение нужно дать ей ладно ладно ей жри на вылазку пойдет ну вот в долл возьмем с собой в чемпионате сегодняшний в долгие спойдет святил газ в конечном итоге мы потеряем Противогаз, скорее всего. Меньше знаешь, крепче спишь ещё денём, без малейшего понятия о том, что происходит на поверхности, нам не помешает. В таких условиях каждый спокойный день на вес золота. Сегодня мы лиджей не превышали ничего, но всё время зайдёмся лечением ран-тимикс-дет-впай. Да блин, вы понимаете, у меня нет аптечки, нету. Чё делать? У всех всё хорошо. После стольких дней под землёй мы, мягко говоря, не совсем чистые. Понятно, что это... Так, помойтесь пулями, что ли, я не знаю, как. Грязь, грязь, но главной проблемой является плохой замок. Что-то... У нас есть лишний патрон. Почему я не использую мороз, как издравый? Давайте и дотрюемся, отличная идея. Спасибо, Долорес, спасибо! Ну, правда, ты не принесла еды. Чтобы не прости, тексты на сообщения, которые могут передавать в любую минуту. Ну, или бродить по улице в надежде, что кто-то нас эвакуирует. Первый вариант звучит как-то разумнее. Но я бы снова видеть Долорес после её успешного возвращения с Кустоши. Прежде чем выглянуть из бункера, мы заметили группу с собирателей припасов. Они не были в нашем районе, но чувствовали себя вполне уютно. Рыская по заброшенным домам. Пока они были очень заняты и ничего вокруг не замечали, мы стащили у них рюкзак. На дне рюкзака под кучей женского белья мы нашли аптечку. Ну, они карты нашли. Это хорошо, Долорес, молодец. Мэри Джейн постоянно теряет сознание. Боже, чё с тобой? Голод, усталость, жажда. Обезболживание. Теперь, теперь тебе надо поить, Мэри Джейн. Поняла? Чё я говорю, не поняла. Ладно, помню, Теда и Мэри Джейн. Всё, довольны, всё. Лечим Тим. Тиме вроде нормально. Ладно, давайте Тиме вылечим всё теперь. Кто пойдёт наружу? Ну, мы Тиме вылечим, пусть Тиме пойдёт. Пятнадцать дней уже. Пустая аптечка. Тиме в полном порядке. Когда мы подняли трубку, то коричи они там услышали, кто-то звонит, они поднялись. Или мы подняли трубку, то услышали вздох облегчения по кругу стране. Человек остался уцелевшим из соседнего городка Хилл-Вэлли. Мы только начали взрыв, как вдруг связь опорвалась. Что-то, наверное, испортилось на линии. Надеемся, нам перезвонили. Мы так боялись за Тиме, но всё же он вернулся из пустоши. И теперь он на безопасности. Мэри Джейн чувствует себя в безопасности, чтобы не чувствовал Тиме здорово. Я думал, что я что-нибудь съест. Я думал. Голод. 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 Голод гол. Ладно, давайте их покормим уже. Да, у вас двоих, да? Голод гол, да. У вас двоих. Ага, подожди, подожди, подожди. Ситуация на пустоши всё ещё нам неизвестна. Он может выйти в спорте, выйдет наружу. Живёшь тут за один раз. Во время вылазки мы набрели на останки разбойничьего лагеря. Какая-то неведомая сила разрушила его до основания. Внутри мы совершенно случайно обнаружили кота. Пушистый зверёк с невозмутимым видом вылизывал свои лапки посреди всей этой разрухи. Кровищей оторманных конечностей. Всё, обратно на дорогу до убежища. Кот следовал за нами. Стоит ли нам закрыть крышку люка, как Мурлыка принялся. Терпеливо скрестить, вступить. Пустить его внутрь. Давайте впустим дочку. Плохого ничего. Понятно. Да, это спасение, вы поняли? Шариком. Шариком. Как только мы открыли люк, кот тут же запрягнул внутрь и стал разгуливать убежище, облихивая нас, мебель, стены, каждый уголок и каждую банку из-под супа. Осмотревшись, он нашёл себе тихое местечко, устроился поудобнее, шумно вздохнул и уснул. Мы заметили, что на его ошейнике выгравировано слово шариков. Что это за кличка такая странная? Ответ на ли Джейн позволяет ему, а где-то Мэри Джейн позволяет ему уменьшить. Ты пупец. Кот под кайфом. Голод. Голод. Жажда, голод. Устал, всё, боже. Тебя кормил, вечера. Эй. Давайте рискнём, никого ещё не поговорим. Экспедиция пойдёт на Реджейн, а она с собой возьмёт. Ох, ну раз там пот не подвергается радиации, и Тиме пришёл, то можно, то можно, в принципе, взять топор. Она, она любого просто порешает. День 17. Кысы. Кысы. Мэри Джейн вышла наружу. Давайте надеяться, что она скоро вернётся. Снаряжение. День 18. Блин, прикольно. Мы из-за всех сил пытаемся соберения спокойствия. Мы находимся в необычной ситуации. Возможно, нам никогда не удастся привыкнуть к жизни в убежище. Надеемся, что... что... помощь уже в пути. Эээ, Тиме ужасно в состоянии. Далурас, еда. Тед, вода. Тиме, всё. И, ну, знаешь, Далурас, у нас ничего нет. Так что, живи с этим. Что-то как-то плохо. Мы ничего не сделали, заражённые. В конце концов, люди же как-то обходились без всех этих лучей. Так почему мы дал у них суши? Ну, нам скажется, хуже, Далурас. Отсутствие новостей и хорошая новость. У Тиме абсолютно ещё нового. Далурас заболела. Когда ты голоден, у неё суши. Слушай, вот. Далурас, я бы тебе дал аптечку. Ну, блин. Тиме. Тиме я сожрал полностью. Как так? Тиме, как так можно всю аптечку просто пос... Опа. Полностью сожрать. Боже. Блядь, усталость, голод. Тиме нормально. В принципе, у них всё нормально. И снова то же самое. Постоянно одни и те же звуки. Странные звуки. Твои не доносятся. Из труб, стены, или что-то находится за дверью. Мы не знаем, что это. И это сводит нас с ума. Вы должны сесть и расслабиться. В противном случае нам не завладеть коронурию. В карте поиграть. Это новая игра для вас, ребят. Играю. Арика в самом деле. Мы немного повеселились. И это помогло нам забыть, что это было. Тиме в хорошем состоянии. Ну, по крайней мере, был пять минут назад. На свете есть только одна вещь, которая нужна, Далурес. Вода. Жажда, болеет, Тен, голод. Вот, Далурес нужно пить, чтобы выздороветь быстрее. По крайней мере, я думаю, это так работает. Ты не хочешь есть? Она не хочет есть, значит, всё. Всё, пусть пьёт. У нас нет радио. Есть, 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 есть. А что ты принесла? Главное, что нам нужно делать, это слушать радио. А, Мэри Джейн, спасибо, ты принесла один суп от Влоту. Окей. Плюс пули, минус топор. Мэри Джейн, ты его что там сожрала, пока ходила? Сожрала так. Окей, окей, сейчас посмотрим. Подождите. Болеет усталость, жажда, голод. Голод, усталость, жажда. Нормально. Всё нормально, ребят, на вылаз. Шариков появился у нас относительно недавно, а потому нам приходится держать ухо в остров. И хотите верьте, хотите нет. Но сегодня мы заметили на его шейнике металлическую пластину с адресом. К слову, указанный дом находится неподалёку от нашего. Быть может, нам стоит прогуляться до этого места и... Нет, нет, ребят, нам ход, ход нам нужен. Нет, давайте его не относить, друг он нам нужен. в принципе, это просто игра, нам хорошие дела ничего не принесут. Теперь это наш код. Он стал не просто нашим хорошим другом, но и в бутыл успел пригодиться. Вчера, к примеру, нам удалось использовать его в качестве подушки целые 10 секунд, пока он не пытался выцерпать нам глаза. куда нас просто без ума остается с нами и точка. Очень голодна, Тимми сейчас же. Далее, когда-то голодит, Дальше. Болеет. Тимми, Тед, вода, Мэри, Джейн, еда. Некоторые говорят большим желанием. Тимми, ты, в принципе, себя хорошо чувствуешь. Мне кажется, да? Вот, сбой скаус теперь. Вдруг тебе что-то найдешь, что-то полезное сбой скаусом. Я тебе везде суп. Боже, у нас этот суп когда кончится. Мэри, Джейн, очень голодна. Чувак. Жажда, голод, усталость. Голод. Жажда болеет. Хорошо. Тебе пить и тебе пить. Готово. Так легко начать ссориться из-за всякой ерунды. Тем более в таком маленьком пространстве наша невинная болтовня переросла в огромную ссору. Давайте надеяться, что вскоре все долгодится. День класс четвертый. Ой, как все плохо выглядят. голодание. Теда кормит. Теда кормит. Теда кормит. Мы вообще не спали после этой ссоры. Будем надеяться, что это больше не повторится. Долго хочу, что все нормально. а может сегодня обыскать на шоточку не понравилось. В принципе, это у нас уже уже не хуже. Тяжелая жизнь мункере дает о себе знать. Это совсем плохо. Да. Тед. 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 Все. Приходи в себя. Мы те кормим, поим и все те делаем. Так, Сколько у нас еды у нас в достатке я взял. Сегодня мы нашли анонимное письмо неизвестный отправитель просит нас о помощи. Они говорят, что несколько уцелевших в районе нуждаются в пропитании. Что-то вопрос жизни и смерти и у них есть возможность им помочь. Здесь написано, что мы об этом не пожалеем и счастливим нескольких людей. Должны ли мы делать это? У нас еды в достатке, как я уже сказал. Все. Хорошо. Еда. Давай. Авторами записки оказались близнецы, брат и сестра. Они нас искренне поприветствовали и повели в небольшую палатку, где начали раздавать принесенные нами запасы голодным людям. Среди них были выжившие всех возрастов, в том числе дети и старики. Даже один мим. Мы пожалели близнецам руки, а пожали и согласились, что это начало новой крепкой дружбы. Они пообещали связаться с тобой в скорейшем времени. Блин, Тимми тоже должен был вернуться. Деда корню. все, Деда корню. Если бы кто-то нам сказал, что мы увидим танцующего цирклана, мы бы не поверили. Правда, мы его еще не увидели, но зато встретили одного размером с кожей. С одной стороны, это хорошо, так как все крысы убежали со страны, с другой стороны, они огромные и рано или поздно нападут у нас ничего нет, боже, Тимми, принеси нам перцовый баллончик. Убрался, наоборот, мне принесли. Смотря мы считали, что откатания будет никакого толка, когда Таракана вновь заполнили убежище шариков, разобрался с ними, пока мы мирно спали. Интересно, что им руководило? Воспоминания об охоте были во времена, а может я привлекло ярко сечение тараканьях панцирей, или он ощутил жажду свежей тараканьях крови. Глядь, мы узнаем истинную причину поступила, но мы безумеренно благодарны за то, что больше нам не придется собственно наручности. Ночью убежище слышалось тихое шуршание. Сперва мы подумали про ветер, но в итоге оказалось, что виной тому кот, причем он не безобразничал, пытался протиснуться сквозь дыру сене, чтобы выбраться наружу. Уж не знаем куда наш кот тайком ходит, но каждое утро он как ни в чем не бывало возвращается домой. Может стоит преследовать за ним в следующем месте? Да, попробуем. Пожалуйста. Блин, хорошо, хорошо, хорошо. А где шариков? Я его слышала. Подождите. Мы набрели И на старую свалку единственным обитателем помойки оказался ученый, живущий в ржавом автобусе, из которого он сделал лабораторию для проведения экспериментов. Док радушно поприветствовал своего питомца, в то время как сам кот особого от встречи не указал. Мы перекинулись с обитателем свалки парой слов, потому что долго оставаться там не хотелось. Этот, так называемый ученый, если честно, был немного не в себе. Он что-то обормотал в космическом корабле, который якобы поможет нам покинуть кустыш. Боже. Тимми! Нееет! Тимми! Еееей! Что? Жизнь... Спасибо, Тимми! Спасибо, как я и просил! Тимми... Жизнь потрепала, Тимми. Главное, что нам нужно делать, это слушать радио, чтобы не пропустить экстренное сообщение, которое могут передавать любую минуту, или бродить по улице. Плюс три воды, плюс дихлофоз, минус бойскаутки, просто бойскаута. Тимми уже потрепанный. Голод усунем. Поесть. И тебе так же. На экспедицию. Давайте, 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 быстрей, быстрей. Во имя свободы откройте, услышали мы крик снаружи. Мы не были уверены, что это за представители свободы. Нам показалось, что их несколько, а они не вооружены. Все, кто представляется таким образом, никогда собираются кого-то убить во имя свободы. Открыть. Ой, давайте попробуем. О, блин. О, шарика. Ой, оружьё. И шарик. Открыть дверь, мы увидели группу вооружённых подростков, видимо, ещё школьников. Вопреки нашим ожиданиям, они были настроены дружелюбно и спросили, не видели ли мы красных. Мы не помогли им ничем помочь. Когда они узнали, что у нас нет оружия, то оставили нам ружьёк. Отмело с их стороны. Мы спросили, кто они. И они хором ответили. Росомахи. Проснувшись сегодня утром, мы обнаружили, что шарик вернулся в наше убежище. Интересно, останется ли он с нами насовсем. О том, что произошло между зверьком и его хозяином, нам остаётся только догадываться. Нет, мы спрашивали кота об этом, но ответом, как всегда, было молчание. Ещё раз спрашивали кота. Турис, вода. Тиме, еда. О, бля-бля-бля-бля-бля-бля. Кто пойдёт? Давайте Тедку. Чё отбудим? Считай. А как вот это разблокировать? Тед, твоя очередь. День 30. Я вам что-то покажу. Покойно, как удафы. Или она просто потворяется. Ла-ла-ла. Так, и дальше. Запасы. О, голод болеет истощением. Ой, блин, кормим тебя. Мэри Джейм. Чё это мы не делаем? Наши голод. Давайте просто Мэри Джейм покормим. Мы заперты в крошечном бункере, у нас очень мало запасов. Если мы хотим выжить по-настоящему время, прибегнуть в более отчаянным мерам. Мы знаем, что неподалёку, прячась в руинах, без своего дома, престарелых обитает группа пожилых людей. У них наверняка есть какие-то запасы. И, на наш взгляд, мы в них нуждаемся больше. Благополучие нашей собственности и сейчас важны для всех. Правда? Да. День 31. Эй. Чё тут? Ну, чё? Что? Что это? Что это такое? Это моя кухажа, что ли? О, плюс 4 супа! Спасибо! Спасибо. Теперь мы немного богаче, но почему-то у нас не сильно радует. Давайте лучше никогда в этом больше не вспоминать. Кто хочет жрать? Валяет истощение. Симя тут самый. Тупо самый. Голод. Голод и обезвоживание. Симя мы поем и кормим. Короче. Погнали. Чё-то мне прислали, чё-то. Погнали. Погнали. Любопытство едва не сгубило кота. Шариков нашел какой-то крошечный проводок, свисающий с потолка. И выдрал его оттуда. Из-за этого она на нас посыпалась стукатурка с цементом. И в доверие всего огромный мяук, ткующий комок шерсти. Что это за кабель? Никто не помнит. Зачем он? Скорее всего, кот придет в ярость, если мы заберем у него кусок провода. Так что, может, лучше оставить его в покое. Или лучше выяснить, откуда взялся кабель. Давайте выясним. Ой, больно. О, мне не больно. Чё ты нам принесла, Мари Джейн? Что это? Что случится? О, тянулся из старого ржавого грузовика у соседского дома. Открыв его дверцу, мы увидели двух обескураженных мужчин в огромных наушниках. Оказывается, они подвели провод к убежищу, пока мы спали. И стали подслушивать наши разговоры. Мы устроили им сбучку и вернулись в бункер. А, хорошо. Так, смотрим. Жажда при смерти. Тебя мы будем. Всё тебе делаем, короче. Всем до ста. Агенты, которые за нами шпионили, теперь стучатся в двери. Да, давайте. Всё слышали. Это были самые настоящие секретные агенты на ответственном правительственном задании. Мы даже видели их удостоверение. Пускай и мельком. А подслушивали они не нас, а кота. Мужчины также попросили нас помочь с парочкой секретных миссий в будущем. Если мы исполним их просьбу, они отведут нас в правительственное убежище, где полным-полно припасов и пончиков. Надеемся, скоро они вернутся. И обо всём подробно расскажем. В таких условиях каждый спокойный день... Понятно. При смерти и истощение. Истощение. Усталость. В принципе, всё нормально, кроме... Ну... Я не знаю. Я пытаюсь её вылечить всем, чем могу. Правда. Когда на нас нападает охота поиграть на музыкальном инструменте, произвести на свет прекрасные звуки и поделиться ими с окружающим миром, чтобы зверьки и мутанты, очарованные музыкой, сбежались к нам, словно в Белоснежке, переживший апокалипсис. Стоит ли нам поддаться искушению? Конечно, давайте искушению поддадимся. Таракан! Ту, таракан-мутант. Шариков жри его! Шариков! Хотя ладно. Будьте свои желания. Стоило нам начать играть, как из трещин стенок полупредивали тараканы-мутанты и принялись танцевать. Они водили хороводы и тряслись своими усиками. Это было бы так мило, если бы не было так омерзительно. Ну и что нам теперь с ними делать? Потрясающе! Как хорошо. Держи меня. Чё, тараканы пона... Второй таракан! Шариков жри их! Ладно. Нужно делать это, слушать радио, понятно. Да-да-да-да-да-да. Кому-то... Жажда стыщи. Жажда стыщи. Жажда стыщи. Так, чё? Чё? Ну блин, Долора... Ну блин, почему я тут? Потерпи! Усатые танцоры так-то никуда и не убежали. Если честно, они не доставляют никаких неприятностей. Ведут себя дружелюбно и проявляют любознательность. Этим утром мы проснулись и увидели, что они выстрелились в шеренгу, словно чего-то ожидая. Чё это? Чё? Чё я должен с ними сделать? Ладно. Не, вот это вот ещё смешней. Это вообще... Все сошли с ума. Ну, это... Долорис. Она бы не выжилась всё равно. Болезнь прогрессировала очень быстро. А если я не поможу даю ла-ла-ла-ла, то опять же. Дед принёс ружьё, консервы и воду. Болорис. Солёная вода. В принципе, в принципе, ну это не... Я не... Ты очень ослаб. Боже, это самое прикольное. Голодание, усталость истощение. Теда, кормим. Тебя поим. Тебя поим. Теда, кормим. Ситуация на пустоши всё ещё. Видите, уже в доме узнали. Всё хорошо на пустоши. Вы думали, что диактивного взрыва будет достаточно, чтобы погасить любые ссори. Как казалось, нет. Особенно, когда место светло будущее, увидеть голые стены. С чего удивительного, что мы начали ссориться, как они на нас. Ну что ж. Погнали. К светлому будущему. Чё-то все расплываются. Ну, Тиме хоть выглядит, как обычно. С эпилепсией хоть. Но обычно же. Да, лампочка? Эпилепсией у Тиме. Эпилепсией у Тиме. Всё. Почти не спали после 10 ссор. Понятно. Кому раздаём припасы? Голод, усталость в сочине. Кормим. Кормим Тиме. В экспедицию пойдёт Тиме. Единственное, кто может. Чё, он возьмёт с собой? Пусть он ждёт с собой, а не хочет. Теперь Тед вместе с сумасшедшей. Ладно. Мэри Джейн совсем ничего не беспокоит. Тед, ты чё, жрать? Жажда, голод, истощи. Ооо. Кормим. В принципе, у нас всё в достатке. Смотрите, реально всё в достатке. Ещё этот бутиль даже не использовали. Если вам нужно привлечь наше внимание, постучите в дверь-бежище, кто бы не стучал, он очень настойчив. Ступними приезжаются уже минуты. Тед, давайте, что-то. Всё равно ничего тебе. Так. Так. Ещё более. Плюс две. Да, я как-то ожидал. Это был загадочный, но приятный парень в странном костюме. Он дал банок с супом, а там можно выжать в ближайшие дни. Всё идёт хорошо. Если честно, всё идёт даже очень хорошо. Всем нормально. Нам бы очень пригодились лишние запасы провианта. Сегодня мы их пересчитывали. Эти цифры нам не понравились. Самое время что-то предпринять. Мы знаем, что один из учителей местной школы смог спасти группу детей и завёл их в здание неподалёку, где не чувствовать себя в безопасности. Нам бы не помешали их запасы. Они бы очень не помешали. Не так ли? Знаете, у нас всё в достаточном. Если можно, что надо, надо. Никогда не знаешь, куда понадобится. Да. Ещё, хэдшот нулик, что ли? Плюс радио! Мы пошли, взяли, что хотели. Мы вернулись обратно. Мы уверены, что у этих людей всё будет нормально. Наверное. Да, мы в этом не сомневаемся. Замечательно. У нас есть радио! Это замечательно! Это... Безвоживание. Голод. Сумасши. Мэри Джейн. Бежопьест. Всё. И внизу это вам не семечки щёлкать. Легче не станет. Мы надеемся, что всё это скоро закончится и жизнь будет такой, как прежде. Или же нам придётся столкнуться с трудностями, которые мы и представить не могли. День 41. Тимми должен был уже вернуться, но его нет. Похоже, мы должны смириться с мыслью, что я больше его не увидел. Трудно не волноваться в такой ситуации. но... Воды. Так, умрём. Гражды, усталость, истощение. Ситуация на пустоши всё ещё. Блин, ладно. Мэри Джейн. Блин. Блин. Нет, у нас всё в достатке, всё нормально. Мы можем, конечно, можем сидеть за пертину рано или поздно, хорошо направиться на безопасное место. Надежда у наших отважных солдат. Необходимо. Ладно, давайте использовать радио. не сломайся, 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 еще в принципе мари джейн здесь нормально пусть это пойдет вы риджейн пожалуйста не сойди с ума с удовольствием не сойди в принципе нас я встретил его за любезно согласились агенты поблагодарили нас за исполнение гражданскими медленности или вскоре свежими новостями у нас еще есть сюда мари джейн спрашивает об этом сама утра на поверхность мы надеемся жажда с маршрусты ладно в принципе 1 1 стал кай потому-то скучаем по-настоящему то это по нашему двоеводому и 44 ну вот нет фотографии нет новостей нет хороших мысли мир также 100 мари джейн очень вот не чё там у тебя голос уже с очень скучаем по прежней жизни пространство чистой пространство чистое небо и вкусные и да и дед вернулся ты чё тех это плохо осталось это нам принято а а вспоминание мы должны сегодня мари джейн нас по встречам шокировал пока никто не видел она полезла в наши запасы лучше бы она просто что-то съела или выпила но она их видела в мусор мы даже представить не можем что она не нашло но наверно это не со зла похоже она ничего не помнит мари джейн просто шумыгает носом китай пялюсь в стену странная очень странная ситуация тэд горя Ну, Тед, ну, блин, Тед, ну, что такое, ну, Тед, ну, все нормально же было. Голод. Голод, ушли, усталости с кашином. Голод, голод. 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 Ох, все было. Мы были абсолютно уверены, что перебрали все запасы, но Мария Джейн заметила, что это новое. Зернышко, зернышко какого-то растения. Нужно посадить его, посмотреть, что вырастет. Но для этого нам нужна бутылка воды. Это толстой. Давайте. Реально что-то растет. Расти, 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 расти. Расти. Усталость, истощение. Жажда. Жажда. Блин, посмотрите, у нас еще все есть. Тупо ничего не уходит. Тупо ничего. Ладно, если бы мы Мэри Джейн что-то... Мэри Джейн пусть уйдет, ничего всего не случится после ухода. Мэри Джейн возьмет с собой. Мэри Джейн ничего нас с собой не возьмет. Мэри Джейн может это сделать. Мэри Джейн вышла наружу. Давайте надеяться, что он скоро вернется. Это все записи. Это в полном порядке было написано. Мана каких-то походинцев ломится в нашу дверь. Требую сдаться и отдать все наши запасы. Как вы должны ответить этим? Нигде. Гармошкой. Ой. А кого подстрелили? Что будет завтра мы не знаем. Решив сыграть красив грустную мелодию, которая смягчила бы сердца, мы издали душераздирающий скрип. Налетчики в ужасе бежали, заткнув уши. Однако они еще могут вернуться. Жалуются? Да, это что там у тебя? Хорошо. Хорошо, вот это. Какие это ползающие насекомые? Еще хуже, это пауки. Ой, ладно, ладно. Давай, давай. Той-то, той-то, той-то. Когда встает вопрос, мы или они, любое оружие сгодится. Мы узнали, что у пауки нет шансов против смертоносного спря от насекомых. Именно поэтому мы его использовали. Последние несколько пауки убежали в ужасе. Начали уборку и нашли неожиданную награду. Банку супа, которую мы раньше не заметили. Она была надежно спрятана в темном углу под несколькими слоями мертвых углов. Без воды ты это прет. Видимо, агенты убедились в нашей преданности. Рас вернулись снова просьбой. После того, как мы выполнили задание, теперь нам нужно великодушно отдать им пару банок с сухом и несколько бутылок воды. Агенты работают еще в полных полевых условиях. Мужчины сказали, что возьмут на себя все хлопоты по доставке провианта. В момент на услугу нас только похвалили и пообещали нам светлое будущее и безопасное критическое. Подождите, подождите, подождите. Сколько у нас супа? Супа... Пусть забирают суп. Спасибо. О, привет. Замок принесла. Молодец. Ничто не помогу сделать, но счастливее. Так, после... О, задание все еще раз нужно. Вспедиция, бежащий запах, гирающий... Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э... Что мы там нашли? Плюс два, две воды. Хорошо. Плюс один замок, плюс одно дружье. Хорошо. Молодец. Голод, уши, усталость. Кормим. Голод... Горки. Кож, на все, на все. Вот. А кого? А никого! Никто не может по-делу. Нам удалось поймать. Извините. Нам удалось поймать очередной радио сообщение. Мне кажется, это прибыть в салагицу. Укорми меня. Были уверены, что имею карту с легкостью найдем. А у нас нет карты. У нас было только что спасение. Но игра его дает только когда у нас чего-то нет. Осталось истощение, голод и всё. У меня осталось голод. Ну, мы решаем хорошо. Ну, пусть. Нет. Щупальце. Я всё ещё жив. Ты смотри, Джейн. В принципе, ей нормально. Она уже приходит в себя. Чёрт. Чёрт побери! Жажда. Жажда голода. Жажда голода. Жажда... Жажда... Жажда голода. Ужас! 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 Никто не сможет пойти. Давайте уже просто намёк, что это конец. У меня нет еды, но есть, но нет. Так, всем воды. Дайте, а что, вся вода? Нет, всем не воды. Уши пуст. Никто не хочет. Всё хорошо. А, и даже если кто-то пойдёт в экспедицию. Тревога, кто-то пытается разнести нашу дверь. Эй, ну, нас нужно занять оборону. Эй, давай, лэл. Поехали. Ружьё, да. Ружьё сломали. Суппостаты. Удалось... Ээээ... Крючка, не знаю. Мари-жен теряет рассуды. Эх, блин. Всё плохо, всё плохо, всё плохо, чё-то побери. Всё, чё-то побери. Очень плохо. Эээ... Мога воды, я не знаю. Жажда. 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 Всем воды у меня достаточно. Ай, да даже... Тук-тук, этот звук... Удивляет не послухой. Хотя, может быть, плохой или хороший. Нам уже всегда... Всегда очень интересно. Давайте. 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 Сажал. Ай, эганец. Чё это? Кто это? А кто это? Кто это? Под покровом ночи у нас... Нас забрали из дома. И в спешке перевезли президентский бункер. По крайней мере, так его называют агенты. И он просто чудесен. Пускай стены всё того же серого цвета. Зато теперь у нас аж на 20 квадратных метров больше. Есть где разгуляться. Если со скуки не помрём. А новое ведро и... Кипа газет. Газеты тоже на дороге не валяются. Знаете ли, в любом случае, это место куда лучше Стагово. А значит, мы не зря старались. Теперь можно присесть, отдохнуть и даже попросить кого-нибудь другого вывести меня. Мы привезли... Мы провели 50 дней в убежище. Офигеть! Моё первое прохождение, я уже выжил. А у меня... Я прохожу, у меня уже упала надежда. Мы в безопасности. Рейцари. Говорящие. Альтернативные... И это победитель получает всё это. Ограбление. Троянский конь. Пропущенное радиосообщение. Мы обыкрали воров. Алло. Неожиданный звонок. Выживший, которого никто уже не ждал. Мы слышим голоса. Пропущенное радиосообщение. Меланхолия. По следам. Полевая кухня. Нашествие. Побег. Пропущенное радиосообщение. Тусовка у пожарных. Росомахи. И снова здравствуйте. Тёмная страна. Веселье и игры. Большой брат. Пропущенное радиосообщение. Исследование склада. Мори Джейн. Шарики из ролики заехали. Болезнь была слишком сильна. Тёмная страна. Тиме не смог вернуться. Мы связались с военными. Разведка. Семейные узлы. Саботаж. Что посеешь, что пожнёшь. Мы или они. Человеки-пауки. Запасы провианта. Радиоактивная фауна. Мы потерялись в своём же городе. Кровожадное растение. Бандитам вход строго воспрещён. Рай для VIP-персон. Конец. Вам удалось выжить, коллег? Ну спасибо хоть на этом. Я думаю, так ютуберы продвинутые ещё не играли с первой попытки. Тупо. Понимаете, это моя первая попытка пронесить тупо. А что будет во второй, если я буду проходить? В любом случае. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Ну да. Всем спасибо за присмотр, всем удачи и всем пока. Уху-ху.